Дорогие друзья, сенсация! Владимир Путин спонсирует беглого олигарха Михаила Ходорковского. Ну ничего себе расклад! На фоне ужесточения западных экономических санкций. Ну вы наверняка слышали, что у нас санкции. Россия не смогла приостановить судебный процесс в США, инициированный бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС. Что увеличивает их шансы на получение требуемых 50 миллиардов долларов. На позицию американской Фемиды вряд ли повлияет даже решение Верховного суда Нидерландов, удовлетворившего касационную жалобу России и отменившего постановление апелляционного суда ГАГи от 18 февраля 2020 года о взыскании указанных средств в пользу бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании. Ожидание этого решения стало причиной приостановки процесса в окружном суде Колумбии. В то же время эксперты связывают активизацию с арестом золотовалютных резервов России. Короче говоря, раньше ЮКОС мог много чего говорить, но даже вопреки решениям суда Россия могла ничего им не выплачивать. Теперь ситуация коренным образом, радикальным образом изменилась. Сейчас 320 миллиардов рублей, простите, долларов, конечно, долларов, но какие рубли? 320 миллиардов долларов заморожены. Эльвира Сахипзадовна все обстряпала. Владимир Владимирович Путин этим всем доволен. Он ее снова переназначает главой Центробанка, Госдума это все дело утвердила. То есть Путин никаких претензий не имеет. И теперь из наших денег, моих денег, ваших денег, дорогие зрители, не школы, дороги и заводы будут строиться. Из этих денег будут оплачивать хотелки прихватизаторов, конкретного прихватизатора Ходорковского и его сотоварищами. Ну как вам эта история? Прямо сейчас наши деньги уже используются для поставок военной техники на Украину. В Канаде, в Соединенных Штатах поднят вопрос о том, как изыскать юридические лазейки, потому что таких законов еще не было, чтобы эти деньги национализировать и использовать по усмотрению американских властей. В ближайшее время это будет оформлено. И поверьте, вот те долги, которые сейчас набирает Зеленский, он их выплатит нашими деньгами. Наши деньги какая-то солидная часть отойдет Зеленскому. Он, конечно, солидный кусок себе в карман положит. Какая-то часть денег отойдет Ходорковскому, проспонсирует фонды Навального. Неужели нельзя было понять, что Набиулина, вывозя деньги на Запад, она в итоге будет спонсировать наших врагов? Все прекрасно, все замечательно. И Ходорковский будет рассказывать, он плачет перед камерой. Теперь вы понимаете, ради каких денег он готов на такую актерскую игру. Вот 50 миллиардов баксов. Ради этого можно и расстараться, согласитесь. США вводят ответственность за сознательное или преднамеренное владение доходами, полученными от коррупционных сделок с российским правительством. То есть, по идее, для нас, для России, это карт-бланш. Мы просто выходим и говорим, так, вот список сделок, приватизация наших компаний, в которых участвовали американские консультанты, советники, поставщики, это все коррупционные сделки, все деньги, которые они на этом заработали, украдены у россиян, ну-ка давайте-ка вы эти деньги нам возвращаете. То есть сейчас мы бы, если бы у нашего правительства была вообще голова на плечах, мы бы могли это использовать, против них же самих. Но они этого не делают. Наоборот, это получаются вторичные санкции. Если кто-то когда-то имел отношение с российскими деньгами, он должен от них избавиться. Это шантаж. Все бизнесмены, европейские, американские, азиатские, которые когда-либо соприкасались с россиянами, они сейчас будут идти на сделки, на сговор с американскими властями, лишь бы не заиметь каких-то дополнительных проблем. Премьер-министр британских Виргинских островов, это одна из самых известных офшорных зон, задержан в США за отмывание денег и контрабанду наркотиков. Премьер-министр британских Виргинских островов Эндрю Фэхи был арестован в Соединенных Штатах по обвинению, связанному с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. Как следует из материалов дела, Фэхи лично приехал в аэропорт, чтобы встретиться с мексиканскими наркоторговцами для получения 700 тысяч долларов наличными за помощь в контрабанде кокаина из Колумбии в Майами и Нью-Йорк. Что это такое на самом деле, друзья? Чтобы вы понимали колоссальный масштаб происходящего. В мире много десятков офшорных зон. Несколько находятся прямо на территории Америки. Несколько находятся прямо на территории Великобритании. Множество островов в Атлантическом, Индийском океане, в Тихом океане. Повсюду есть офшорные зоны. Государства, которые позволяют за копеечку малую пользоваться банковской системой, избегать налоговых претензий, проверок со стороны других государств. То есть офшорные зоны, они очень важны и популярны у бизнесменов со всего мира. Часть офшорных зонов контролируется Соединенными Штатами Америки. То есть да-да-да, это типа все секретно, это типа все под защитой. На самом деле американцы видят это все насквозь. Часть офшорных зон контролируется европейцами. В первую очередь британцами. То есть часть британцами, часть Европейским Союзом. Так вот, британские и Виргинские острова — это офшорная зона под контролем Великобритании. Их премьер-министры, не просто какого-то чиновника, премьер-министры офшорной зоны хватают в США. Зачем? Я убежден, что сейчас на фоне мировой турбулентности вот очередное противостояние разворачивается вокруг капиталов, вокруг финансовой сферы. Судя по всему, идет попытка отжать целиком офшорные зоны. То есть премьер-министр, конечно, он сейчас сдаст все, что знает. Всех клиентов американских, европейских, которые пользовались услугами этой офшорной зоны. Я думаю, это только один из звоночков. Возможно, он не первый. Просто остальные были от широкой публики скрыты. Мы просто об этом не знаем. Возможно, это длится уже какое-то время. Но то, что эта война не только России с Западом, сейчас все начали воевать против всех. Это надо четко понимать. Еще раз повторяю, если бы у нас в стране было руководство какое-то проактивное, какое-то инициативное, которое готово действовать, то сейчас надо в самое время, куй железо, пока горячо, проявлять активность максимальную. Просто они на это, боюсь, не способны. Канада планирует дать себе право конфисковывать активы российских лиц и компаний, находящихся под санкциями, и использовать их для выплаты компенсации жертвам конфликта в Украине. Вот, пожалуйста, сообщает Министерство иностранных дел Канады открытым текстом то, о чем мы с вами говорили до этого. В случае, если правовые демократические государства Запада, пишет сенатор Клиша, знаменитый, начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, то мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов и расширим применение института конфискации по российскому законодательству. Без ответных мер такие действия Запада не останутся. Ничего не понимаю. А у нас что, западные чиновники в наших банках хранят свои деньги? Чем вы их собираетесь пугать? Чем вы собираетесь пугать западные государства? Они могут получить с конфискации гораздо больше, чем мы. Мне просто стыдно. Вот один из самых видных наших политических деятелей Клиша, с которой я отвечал за поправки Конституции, за путинское обнуление, за многие другие истории, он сейчас рассказывает, что мы зеркальными симметричными санкциями ответим. Да-да-да, конечно, верится-верится в это с трудом. В 21-м году у российских чиновников нашли в 4,5 раза больше счетов и вкладов в иностранных банках. А как-то так. Это было не в 22-м году, когда у нас сейчас вот идет спецоперация, санкционная война с Западом. Не-не-не, это речь про 21-й год, про прошлый год. Нам же обещали, что когда принимали поправки Конституции, как раз Клиша с этим занимался. Приняты поправки у чиновников, нельзя владеть счетами и вкладами в иностранных банках. Недвижимостью можно, но денег там держать нельзя. Ни в коем случае. Выходил единоросс Турчак и говорил, мы всех проверили. Вот проверили самым внимательным образом. Теперь точно никаких воров, жуликов, которые в офшоры или куда-то там еще вывозят деньги, таких у нас не осталось. Все патриоты. Мы теперь, понимаешь, поправки приняли. Мы теперь такие суверенные. В 4,5 раза больше счетов и вкладов в иностранных банках, очевидно, чем в прошлый, в 20-й год. Откуда же это они у них взялись, если вы их всех проверяли, перепроверяли? Откуда же это вот так? Как это так происходит, интересно? Сегодня на пресс-конференции главная банкстерша страны, помимо общих слов об экономике, рассказала о позиции Центробанка о возможном поглощении, как говорят злые языки, личным карманным банком Владимира Путина ВТБ, другого банка, открытие, несмотря на финансовые успехи открытия и новомодные показатели бизнес-эффективности. Глава Центробанка заявила, что не против такой консолидации, чтобы путинский банк проглотил банк, ну такой крупный, средний, все-таки не Сбер и не ВТБ. Проблемы банковского сектора настолько велики, или что пора сливать реальные работающие банки, или здесь есть еще какие-то бенефицары? Это очень интересный вопрос. Зачем Набиулина сейчас собирается уничтожить банк открытия? Дело в том, что уничтожение открытия, как отдельной структуры, поставит крест на попытках вернуть в Россию сотни миллиардов рублей бывших акционеров и холдинга, и банка. Ни у кого нет иллюзий, что ставший новым акционером ВТБ озаботится чем-либо кроме банального увеличения капитала. Интересно, к слову. Как открытие попало в санкционные списки? Сильно похоже на совместную работу ВТБ, избежавшего в США Беляева. Одни получают качественный актив просто так, а второй остается на Западе с бабками и статусом победившего борца с режимом. Еще раз. Знаменитая история открытия, когда оно было раздербанено и ограблено, руководством в первую очередь. Руководители сбежали на Запад. Местные вкладчики и акционеры судятся и требуют верните деньги сюда, арестовать, конфисковать, нам вернуть. Теперь все. Теперь эта битва окончательно проиграна. ВТБ получает банк, сбежавшее руководство открытия, оставляет эти бабки себе и уже нельзя будет с ними даже попытаться их вернуть. Все, забудьте. Красивая разводка, правда? А то, что люди потеряют свои капиталы, свои накопления, то, что будет уничтожен очередной банк, а значит сокращается конкуренция, значит Сбер и ВТБ. Ну вот как мы знаем сейчас, как они кидают людей, например, с ипотекой. Вы уже договорились, вы уже практически, уже все, ипотека. Не-не-не, получаете ипотеку по ставке в 4 раза выше. Мы так решили. Крупные банки беспределят. Конкуренция зачищается, остатки конкуренции зачищаются. Тинькофф куплен, Росбанк и Тинькофф за один месяц куплены Потаниным, как он их будет использовать, еще фиг его знает. Открытие теперь поглощается внешторгбанком. На самом деле, я бы нормально на это смотрел, я бы это приветствовал, если бы речь шла о том, что создается государственный банк, не частный банк с государственным участием, а полностью государственный банк, у которого нет целей зарабатывать на людях. Вот это бы я поддержал. Но таких банков у нас нет. Создаются инструменты по выкачиванию денег из нас с вами. Это надо четко понимать. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Это были последние новости из жизни наших финансовых элиток. Вместе мы села, вместе мы обязательно победим. Помогайте распространять информацию. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех благ, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok